Здравствуйте, добрый день! Я с удовольствием сообщаю о публикации книги Олега Сарькова «Очерки истории Саха». Автор данной монографии давно интересуется историей якутского народа, ибо часть его предков являются уроженцами из рода ярканцев. Среди других его предков немцы, латыши и русские. Он считает, что изучение ранней истории Саха представляет собой увлекательную работу с точки зрения творческого интереса. Олег Сарьков родился в 1963 году в Риге. Учился по системотехнике в Рижском политехническом институте. В 1989 году защитил диссертацию по математическим методам экономики в Московском университете. А в 1994 году докторскую диссерацию по экономическим рискам в Рижском техническом университете. С 2014 года специализируется на разработках услуги в области информационных технологий. В 2017-2019 годах опубликовал историко-политические монографии «Неизвестная война», «Чака», «Майдан по-карибски» и «Секвелы дневники Шеннона». Противостояние под псевдонимом Олег Пауллер по форсайту «Псы войны». Прекрасно владея арсеналом методов информатики, имея солидный опыт сложной аналитической и научной работы. Царьков составил уникальную комментированную компиляцию всех основных источников посредневековой истории предков народа Саха и их интерпретации исследователями. Выдвинул и обосновал свои оригинальные гипотезы. Работа носит прикладной характер и призвана прежде всего служить источником для написания увлекательных сценариев и других произведений, связанных с удивительной историей народа Саха. Олег Царьков сам с увлечением работает в этом направлении. Олег Царьков объясняет. В задачи настоящего исследования входит историческое описание территории Прибайкалья, на которой сформировалось основное ядро якутов Саха и ее политические связи с домонгольскими кочевыми империями и народами, входившими в них. Общий обзор свидетельств о проживании предков якутов Саха, включая их отдельные роды на территории Восточной Сибири и Центральноазиатской степи, а также их вовлеченность в события региона. Отслеживание развития тюркской колонии на средней линии и ее сношение с окружающими таежными племенами, выяснение обстоятельств, связанных с консолидацией протоякутов при Байкалье. И выявление их контактов с соседями, в частности, с империей Юань, Айратами и Енисейскими Кыргызами. Анализ племенных взаимоотношений при Байкалье и его периферийных областях с государствами чингизидов и их противников. Принимая во внимание серьезность вопроса, осложненную скудостью достоверной информации, автор не ставит своей целью их исчерпывающие решения, но считает возможным выдвинуть связную концепцию истории якутов Саха до вхождения их в состав Московского царства. Многие ее детали потребуют уточнения, коррекции и, возможно, опровержения. Приглашаю вас скачать книгу из библиотеки файлов сообщества «Фиджип Конкор Евроталан» на Фейсбук. 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 «Фиджип Конкор Евроталан» на Фейсбук.